Радио Минск Молодежь за безопасность. Так называется акция, которая в эти дни проходит во всей Беларуси. Отмечается таким образом 18-летие чудесной организации молодежной общественности спасателей пожарных. Такое продолжение тенденции тимуровцев среди наших детей. Отличная идея. И вот именно в понедельник уже совсем скоро будет 18-летие. Мы своим образом отмечаем, находим человека среди наших слушателей, который разбирается в теме и музыки, и, скажем так, дел спасения одновременно. И этому человеку хотим подарить приз от Минского городского управления МЧС. Наушники. Есть целый комплект. Специально для того человека, который первым правильно ответит на вопрос, прислав его на 9-2-4-0, и в эфире на второй вопрос ответит, тоже выбрав один из трех вариантов. То есть такой двухступенчатый у нас отбор. Готовы все? Телефон в руках. 9-2-4-0 уже вбито. Кому отправляем? А вопрос следующий. Мы хотим узнать, знаете ли вы, какой музыкант считается первым из тех, кто поджег гитару на сцене? Это было в 67-м году. В Калифорнии в округе Монтереи проходил трехдневный рок-марафон под девизом «Музыка, любовь, цветы», вошедший в историю как Монтерейский международный поп-фестиваль. И в воскресенье, в заключительный день, выступал там этот музыкант. Ему 25 лет был такой, с курчавой шевелюрой. В Европе уже прославился, в Америке еще нет. И вдруг, ни с того ни сего, в финале последней песни. Гитару срывает, на колени становится ее перед собой, бросает, обливает бензином и зажигает. Очень это все картинно было, запечатлено. Есть видео, есть фотография, она облетела, кстати говоря, весь мир и была дважды на обложке журнала Rolling Stone. В общем-то, останки гитары продаются до сих пор, они там где-то хранятся, продавались чуть ли не за 380 тысяч долларов анонимному какому-то фанату-поклоннику, этот самый Фендер Стратокастер. Так вот, вопрос, что это был за музыкант, который считается лучшим гитаристом в истории при этом и автором одной из огненных рок-песен Fire. Вот такой у нас вопрос. Я принимаю ответы на короткий номер 9-2-4-0. Пишите, если вы догадались, что за он. Легенда рок-музыки, легенда гитарного соло. Кстати, он даже был, по-моему, доставлен в больницу тогда с ожогами. Мер безопасности не соблюдал, он не состоял в нашей организации, спасатель Бай. Но в этом его, так скажем, проблема. 9-2-4-0, имя музыканта. Высылайте сюда. Крис Айзек продолжает эфир. Перенеслись мы с вами в 67-й год. Лето, Калифорния, что может быть лучше? Ну, возможно, только лишь победа в нашей викторине, не только участие. А она уже предварительно достается Екатерине. По крайней мере, выход в финал. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Катя первая правильно ответила на наш вопрос. Не было 100% попадания у слушателей, хотя мне казалось, так все расписано. 25 лет, кудрявая шевелюра, Калифорния, песня Фай, но неоднозначные, собственно, были версии. Кать, давайте озвучим правильный вопрос. Кто тот самый музыкант, который считается первым, кто поджег гитару на сцене? Это Хэндрикс. Действительно, это так. Да, это произошло в 67-м, как я рассказывала. Хотя, знаете, знающие люди говорят, что он уже репетировал, пробовал сжигать и делал это в марте того же года на концерте в Лондоне. Только это был небольшой зал, людей немного, фотографа не было, поэтому никто, так сказать, не запечатлел этот экстравагантный жест. Все равно он первый был. Да, все равно первый, да. Потом уже начинали периодически сжигать. Ну что, давайте теперь, ну, поговорили, скажем так, о пожарах, а теперь о способах спасения и о том, кто это может сделать, да? Вы уже слышали о том, что у нас есть такая Белорусская Молодежная Общественная Организация Спасателей Пожарных, да? Да. 18 лет исполняется. И есть у них символ, у ребят символ. Вам нужно догадаться, какой из предметов мной озвученных, я вам назову три варианта ответов, он является настоящим символом спасателей. Варианты следующие. Шарфик, галстук, косынка. Как думаете, что повязывают ребята? Косынку, наверное. То есть, как пионеры, такие тимурцы. Ну, или, а может, шарф. Элегантно, так шарф назад. Они могут косынку на, как бандану, галстук и шарфом укутаться, собственно. Нет, надо какая-то наводка. Ну, это серьезная организация, понимаете, там, ну, какая бандана у ребят? Ну, если серьезно, они же там какого возраста? Малыши. Ну, как малыши. Там до 16, это, конечно, с разрешения родителей, но это могут быть и 9, и 8 лет. Ну, не совсем малыши. Ну, тогда уже официально, наверное, галстук. Чтобы показать статусность, да? Ну, видимо, да. Ну, конечно, серьезную профессию хотят ребята освоить, и уже это делают. Действительно, правильный ответ – это галстук. Я вас с этим поздравляю. Как можно нам поаплодировать вам? Ну, я так незримо, да, мы со слушателями это делаем. О, вот такое вам музыкальное, так скажем, звукодобрение. Катерина, я вас поздравляю, наушники ваши, будете слушать Радио Минск. Ну, вы у нас из постоянных слушателей, да, поэтому вас уговаривать не надо. Конечно. Уже много лет. Очень. Спасибо, Катя, за то, что слушаете нашу волну. За эфиром расскажу, как забрать ваш презент. Спасибо всем за участие, за то, что пытались, вспоминали, кто это мог быть, и общими усилиями мы это сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.